привет привет сегодня я хочу показать вам альбом и свои небольшие покупки для скрапа с сайта aliexpress буквально вчера я закончила снимать мастер-класс по этому альбому если он вас заинтересует приглашаю на свой канал youtube потому что завтра я уже выложу первую часть этого мастер-класса альбом получился со страничками приблизительно 15 на 20 сантиметров но обложка несколько больше она обтянута двумя видами хлопка украшена бахромой много чип-борда бумажные цветы от штамповки тканевое сердечко и филигранные уголки давайте посмотрим что внутри переплет этого альбома не прошивной потому что я хотела максимально его упростить но тем не менее я думаю он получился очень надежным за счет того что сделан он на ткани и дополнительно укреплен братцами на первом развороте я использовала в качестве украшения тканевые цветы и бумажные много чип-борда причем почти весь чип-борд я задекорировала потому что хотела добавить блеска в этот альбом надписи у меня на английском языке здесь такая же бахрома как на обложке и металлический ключик держится на магните откидывается вправо так и так здесь прозрачный карман из кальки следующий разворот также держится на магните подложка откидывается так здесь спрятаны два небольших тэжика здесь раскладушка для фотографий и также в качестве украшения филиграйн цветы чип-борд и очень блестящие камушки сайта алиэкспресс в этот альбом они вписались просто идеально следующий разворот откидывается вверх еще раз вверх и здесь такая вот открывашечка закрываем здесь все держится на магнитах а правая сторона на прозрачных анкерах она откидывается в сторону здесь спрятан большой карман для фотографий большего формата либо просто для большого количества фотографий закрываем здесь у меня блеск это камушки двойной эмбосинг то есть сначала я покрыла одной пудрой чип-борд а потом второй пудрой но не сплошным слоем а местами для того чтобы проглядывал нижний слой также здесь у меня как видите пайетки которые такие же бирюзовые как основной фон бумаги следующий разворот на этом развороте я использовала почти только плоский декор для того чтобы компенсировать объемный декор на предыдущей странице здесь у меня глянцевые надписи тканевые розочки и плоские цветы и также чип-борд и блестящие камушки левая сторона неправильно закрыла закрывается вот так здесь спрятан магнит и он держит полностью откидывающаяся часть открываем подложку отворачиваем еще один еще один отворот здесь большой цех но в принципе сюда можно разместить еще и фотографии закрываем а здесь открывается вниз так так надеюсь это все помещается в камеру и еще вверх следующий разворот здесь две подложки для фотографии но если не использовать подложки фотографии можно разместить несколько больше и откидывается вниз заключительный разворот пожалуй самый мой любимый потому что здесь я сделала шейкер и он так красиво переливается под блестящей надписью что смотрится это все просто завораживающий здесь только одна подложка для фотографии но в кармане спрятаны еще дополнительные подложки для которых я сделала ручки на последнем форза c карман который также можно разместить еще карточки либо фотографии помимо этого между страниц сделаны еще большие карманы в которых прячутся вот такие большущие карточки на них можно разместить фотографии большого формата либо по 4 фотографии такого же формата как и в альбоме а это половинки 10 на 15 и 3 лист вот такой вот альбомчик у меня получился надеюсь он вам понравился давайте перейдем к покупкам заказ я делал 11 11 и только сейчас они начали до меня добираться в первую очередь вот такой большой фоновый штамп его размер 14 2 на 9 и 7 я очень переживала как он будет штамповать в центре потому что достаточно большая поверхность но в целом он штампует неплохо правда мне пришлось приложить для этого немало усилий я сделала от штамповку черным на белом чтобы вам было лучше видно но считаю что наиболее выигрышно он будет смотреться например синим на голубой бумаге или красный оттиск на оранжевой бумаге для того чтобы это было больше похоже на тени от фактуры следующем у меня лежит фоновый нож вот такие петельки мне не очень понравились еще за счет того что этого ножа нет ограничения по краю то есть можно сделать фактуру на большую поверхность чем сам нож я его купила с той целью что с его помощью хочу разнообразить подложки для фотографии например и вот здесь я его испытала и мне очень нравится результат аккуратные милые петельки очень ровная от строчка единственно может быть размер этого ножа не слишком удачный его бы чуть подлиннее и чуть поуже потому что нестандартный размер фотографии длина 13 с половиной а ширина 10 с половиной то есть получается что ширина как для фотографии 10 на 15 а длина как для фотографии 9 на 13 но все равно этот нож мне очень нравится я рада что его купила однозначно могу порекомендовать в покупке и еще один маленький ножичек это вот такие вот стрелочки их наборе 5 штук плюс еще каких-то непонятно с 4 совершенно малепусеньких ножичка звездочка сердечко овальчик и ромбик предназначение этих ножей я совершенно никакого не придумала возможно как наполнение для шейкеров но тогда их слишком мало здесь пять разных стрелочек они все симпатичные я думаю отлично подойдут например для детских работ для работ в стиле боха или даже свадебных работ если они не слишком торжественные вот так они выглядят и длина каждой стрелочки четыре с половиной сантиметра нож рубит отлично вырубка вынимается тоже замечательно вот такое видео сегодня у меня получилось я надеюсь оно было для вас чем-то интересным или полезным всех целую обнимаю до скорых встреч пока пока